Всем привет! В этом видео я расскажу о методах, которыми пользуются власти во все времена, чтобы управлять людьми. Да так, что люди сами не понимают, как делают именно то, что было задумано управленцами. Интересно? Тогда смотрите до конца. Я уже снимал несколько видео про то, как работает управление, и как это управление раскладывается на 4 уровня. Используйте знания тому, кто находится на первом уровне управления, отдавать приказ непосредственно не нужно. Ему достаточно только лишь задать условия, в рамках которых будет достигнут именно тот результат, который был запланирован. И не важно, какие люди будут в системе, ведь системе не важно, кем управлять. Результат будет достигнут автоматически. Поэтому систему может победить только другая система. Так устроена конкуренция нации. Суперсистемы в виде государств конкурируют между собой, манипулируя населением. Как своим, так и противника, если, конечно же, могут до него добраться. Таким образом меняются традиции, культура, языки, переписывают историю, положительные события превращают в отрицательные, или просто умалчивают, а отрицательные превращают в положительные и воспевают при любом удобном случае. Так было и со всем советским. Сегодня в тренде обливания грязью всего социалистического. И это логично, так как мировым балом правят капиталисты. Хотя сами же капиталисты сегодня пользуются всем социалистическим наследием. Но не в интересах народа, естественно, а в своих личных. Сегодня, когда доступ к информации благодаря интернет стал куда проще, то и манипулировать сознанием людей тоже стало проще, чем когда-либо. Спецслужбы знают о вас все. И вы сами им подарили эти данные. Используя телефоны, соцсети и любые другие электронные сервисы, вы делитесь с ними местами, которые посещаете, своими мыслями, увлечениями, желаниями, покупками и даже тем, что едите. А теперь это доступно не только спецслужбам, но и частным коммерческим организациям. Так как в капитализме можно купить все. И они тоже знают о вас все. И на каждого составлен индивидуальный портрет. На сленге маркетинга это называется аватар клиента. Сам маркетинг с недавних пор также построен на доставке рекламы точно в цель. Билборды на улицах, городов и реклама по телевидению скоро просто уйдет в прошлое, так как это крайне невыгодно для компаний. Дорого, что идет в разрез к главной капиталистической формуле – получение максимальной прибыли любой ценой. На смену подобной рекламе пришла таргетированная, бьющая точно в цель. Заказчик рекламы выбирает город или даже улицу, где будет показана реклама, возраст, увлечение, достаток из десяток других параметров. И открывая браузер или мобильное приложение, вы увидите эту рекламу. Если, конечно же, подходите под целевой аватар клиента. Также маркетологи стали умнее и предлагают теперь рекламу не в лоб, а манипулируя сознанием, давя на так называемые глубинные потребности. Вместо купи стиральную машину говорят, что ваши вещи всегда будут чистые. Но это все цветочки. Яркая обложка, привлекательный образ, упоминание продукта, как бы невзначай в ваших любимых фильмах или передачах, и даже рекомендации авторитетов – это все вторично. Все это диктует идеология, так как именно идеология задает цель развития государства. А чтобы прийти к этой цели, государство воспитывает людей такими, каким надо правящей группе, формируя их модель поведения через общественные нормы, культуру и образ героя. Наверняка многие видели откровение Германа Грефа, когда он высказал свои опасения о том, что если люди поймут, что ими манипулируют, то есть станут образованнее, то дальше ими манипулировать будет крайне сложно. Ну а на самом деле Греф сам недостаточно образован, если не понимает, как управлять умными людьми. А началось, все еще до нашей эры, когда философы древнего мира начали задумываться о происхождении мира и о мироустройстве. Это положило начало для создания религии. А религия – это и есть идеология, учение, которое объясняет, как устроен мир. Все философы всего мира сходятся в одном – что наш мир дуален и состоит из материи и нематерии. Это фундаментальное понятие, основа всего, которое включает в себя все остальное. Это понимание породило четыре философских концепта. Первое – что материя и нематерия взаимозависимы. Второе – что материя и нематерия независимы. Третье – что материя первична. И четвертое – что первична нематериальная. И все последующие термины, которые будут выходить из материального и нематериального, будут трактоваться по-разному, исходя из того или иного философского концепта. То есть такие термины, как Бог, пространство, время и т.д. будут трактоваться по-разному в зависимости от того, какой философский концепт для себя выбрала та или иная группа людей, планирующая манипулировать массами людей. Это самый высший уровень управления. Ну, или по-другому – манипулирование. Сегодня большинство религий построены на концепте, где нематериальное первично и все сущее создано Богом. А наука основывается на первичности материи, где Бога нет. И отсюда постоянная гонка за открытиями все новых и новых элементов, так как наука все пытается измерить, но нематериально измерить нельзя, ровно как и отрицать его существование. Соответственно, можно сделать вывод, что те, кто когда-то разделил религию и науку, ставил перед собой цель замедлить технологический прогресс. Но, конечно же, не все с этим выводом согласятся, так как существует изначально четыре мнения на этот счет. Исходя из философских концептов. Разделяй и влавствуй. Авторство этой фразы приписывается итальянскому дипломату Николо Маккиавелли, жившему в 15 веке. Его труды послужили основой для современной политики. Но на самом деле эта фраза встречалась и ранее. Ее произносили и король Франции Людовик XI, и Екатерины Медичи, и даже в Римской империи. Но тот, кто перво это понял, задал условия для формирования мира таким, каким мы его знаем. Во времена монархии главенствовала религия, которая, естественно, была основана на одном из четырех философских концептов, формируя то или иное мировоззрение. Религия воспитывала и обучала население государства, прививая те или иные нормы, формируя определенные традиции и культуру. Когда же появились светские государства, то есть государства, где нет обязательной религии, сами религиозные организации утратили государственный статус. То есть теперь религиозные организации стали работать в рамках государственной идеологии, которая так же, как и религии, является мировоззрением. То есть дает ответы на фундаментальные вопросы. Религия так же, как и раньше, занимается воспитанием людей, но уже не монопольно, а в совокупности с телевидением, музыкой, театром и другими институтами. А, соответственно, те религии, которые идут вразрез государственной идеологии, объявляются нежелательными. И деятельность таких организаций, которые проповедуют подобного рода религии, запрещается. То же самое происходит и с общественными и политическими организациями. Но как бы то ни было, в любой организации, неважно какого она толка, религиозного или политического, людей также разделяют по тем или иным признакам для эффективного управления. Манипулирование. По территории, религии, внешности и, конечно же, по принятию или не принятию мировоззрения этой организации. Принял мировоззрение, значит, ты элита. Лучшее стадо. И тебе даровано место в раю. Или в госаппарате, если это политическая организация. А остальное – быдло, которое не способно разобраться в мировоззрении самостоятельно. И ваша задача – это быдло спасти, рассказать им правду, раскрыть глаза. Но на самом деле это тоже неправда. Это лишь одно из мировоззрений, которое не может быть истинным в принципе, так как истинность доказать невозможно. В нее можно только верить. И чем выше авторитет проповедника мировоззрения, тем больше к нему доверия. И, конечно же, сама организация, проповедующая то или иное мировоззрение, всегда будет утверждать истинность и непоколебимость своего учения. И все остальные учения будут объявляться ложными. Так работает и в политике, и в религии. И чтобы побудить людей двигаться по пути выгодному такой организации, им дают цель. Правда, как правило, она недостижима. Одни ждут второго пришествия, другие всеобщие осознанности людей, третьи апокалипсиса, четвертые смены правящей группы и так далее. Также организации трактуют происходящее событие так, как им выгодно, чтобы подтолкнуть паству на еще большую активность и, само собой, подтверждая как бы истинность этого учения. Соответственно, ваши поступки, мысли и желания являются производными общественных норм, которые формируют правящие группы, если мы берем масштаб государства. Но также, конечно же, на них влияют и другие организации, религиозные и политические. Но еще в большинстве стран мира сегодня недостаточно суверенитета в области информации. А значит, на наше сознание еще влияют и иностранные государства. Мы смотрим голливудские фильмы, играем в американские компьютерные игры, используем их технологии и продукты. Соответственно, львиная доля нашего воспитания определена не правящей группой России, а правящей группой Соединенных Штатов Америки. А их цель – расширение своего влияния в мире для максимизации своей прибыли. Но так не во всех странах. Например, Китай строго фильтрует американские фильмы, то есть они проходят жесточайшую цензуру, прежде чем попасть на глаза китайских зрителей. Также в Китае не действуют американские социальные сети и другие сервисы, то есть правящая группа Китая огородила свой народ от иностранного влияния. И это логично с точки зрения управления, так как правящая группа ставит цель развития государства и общества. И если на общество оказывается влияние извне, то цель может быть не достигнута. Но, к сожалению, элиты России этого не понимают. Ну или не хотят понять. Предполагая, именно поэтому Владимир Путин недавно жестко прошелся по ним и начал ее плавную замену. Вы знаете, что слово элита во многом себя дискредитировало. Теми, кто, не имея никаких заглух перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 90-х годов, вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России. Труженики и воины, надежные, проверенные делом, доказавшие свою преданность России. Достойные люди. Ну, как бы там ни было, манипуляция населением была всегда, будет всегда и есть. Вопрос только в целях этой манипуляции – подтолкнуть народ к развитию или деградации, к дружбе или войне. Поймет ли большая часть населения это? Маловероятно. И даже дело не в том, что им никто об этом не расскажет, а в том, что не всем это нужно. Социология показывает, что около 70% населения плывет по течению. И на веру воспринимает менее авторитета. То есть большая часть людей на планете не хочет самостоятельно принимать решения. И сделать с этим ничего нельзя. Это данность. А теперь к выводу. Выводом из сегодняшнего ролика служит ваше понимание. Кто вы? Хозяин своей воли или нет? Являетесь ли вы бессознательным исполнителем чужого замысла или принимаете собственное решение? Говорите ли вы свои слова? Проявляете ли вы действия, которые отражают ваши собственные переживания? Или ваши поступки навязаны извне? Ответьте себе на этот вопрос сами. Ну и если будет желание, поделитесь им в комментариях. А на этом пока что все. Делитесь этим видео и ставьте лайк, если оно вам показалось полезным. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видео. Пока.